Всем привет! Ну что, сегодня я нахожусь на Дюранде. Около озера, но оно уже практически пересохло. Там уже даже снимать не сильно интересно. Хочу пройти к куполам. Уже, смотрите, я стою под деревом. Почти даже полностью раскрылись, выпустили листочки. Ну, около Дюрандовского озера. Посмотрите за моей спиной, какие красавцы пасутся. Остановилась, хотела пройти выше, но включилась здесь, потому что тут красавчики, по сути, за моей спиной. Ну что, отправляемся, поднимемся к конденсатору Зибальда. Посмотрим, что там сейчас происходит, как обстановка в лесу. Смотрю, тут все в лесу уже тоже потихоньку начинает зацветать. И мы с вами прогуляемся по всему хребту и спустимся. Не знаю даже, где мы спустимся, где смогу, там и спущусь. Ну, все, что будет интересно, я вам покажу. Ну что, отправляемся смотреть. Первое интересное, это мы встретили стабун, хотела сказать стадо, табун лошадей. Вот они, красавчики, пасутся. Там маленький лошонок. У коней, конечно, связаны ноги, чтобы они далеко не удрали. Посмотрите, какие красавцы тут. И кауры, и белый, и коричневый, и черный. Такое замечательное семейство мы здесь с вами встретили на подъеме на гору. Гляньте, пасутся, хрямают, деревья хрямают. Разворачиваются. Нет, к ним близко подходить я не хочу. Это не сильно безопасно. Ну, посмотрите, какие красавчики. Коненок, лошонок прячутся за мамашу, конечно же. Куда ему еще прятаться? Ну вот, гляньте, от озера ничего не осталось. Остался один камыш, все, практически все пересохло. А кони, гляньте, пасутся по всей поляне вокруг озера. Травка тут позеленела, уже выросла. Более сочно, какая-никакая. Тут все-таки влага есть. Я не знаю, видно, вам не видно. Но там просто табун лошадей. У нас тут чуть ниже конные прогулки. Тихо, 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 тихо. 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 Тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А через гору, наискосок, сквозь лес, короче, к конденсатору. Найду я его так или нет, здесь я иду сама первый раз. И вы будете со мной первопроходцами. Но тут красота. Еле шумят. Ветер в кронах еле шумит. Такой ветерок идёт по верху. Как бы мы его особо не ощущаем. Цветёт тут всё. Сирень, вишня, алыча, яблоко. Тут повыше даже алыча чуть позже цветёт, смотрю, там затяжки. Везде медуница, смотрю, уже по всей горе начала расти раньше времени. Ятрышник. Кстати, тоже растёт, там мелкий цветёт. Тоже разновидность ятрышника. Вот такой ятрышник. И там длинные стебли тоже есть ятрышника. А мы с вами будем продолжать своё путешествие. Кстати, адонисы тут отсвели почти, что уже, но тоже цветут. И пион я там нашла ещё с жуком внутри. Покажу вам обязательно этого жука. И много-много всяких растений, которых я даже не знаю, что это за растения, как они называются. Вот такие фиолетовые цветочки. Одуванчики. Идёшь по траве, уже пахнет чабрецом. Это через месяц-полтора начнёт появляться уже и сам чабрец. Его можно идти будет собирать. Так что в такой красоте мы с вами продолжаем подъём на гору. Будем искать методом тыка. Конденсатор Зибальда. Решили изведывать с вами новые пути, а не ходить по старым избитым дорогам. Ну что, отправляемся в наши путешествия. Кстати, от клещей повшикались. На всякий случай ещё не видели, но все предупреждают о клещах. Так что без реплиентов лучше сюда не ходить. Как я и говорила, в этом году пионов было очень и очень много. Посмотрите. Тут ещё пиончик не опал. Такой молоденький стоит с жучком внутри. Адонисов было тьмо-тьмущие. Гляньте, уже пооцветали. Вот это вот олимпионы. Ну, скорее всего, это адонисы где-то через недели-две только пустят свои первые цветочки. Кстати, не всё отсвело. Гляньте, какие они ещё стоят молоденькие. И бутончики ещё только-только будут пускать. Они вот там в завязи начинаются. Так что ещё адонисы будут свистеть второй волной. Кстати говоря, фиолетовые вот эти цветы на ятрешник похожи. Но не ятрешник, не знаю, что это. Адонисы по всем кустикам спрятались. И мы с вами идём по такой извилистой тропе. Ну, животные точно тут ходят. Не знаю, как люди. О, пионов, гляньте, сколько было. Пионов в этом году было везде. И везде, как я говорю. Гляньте. Какая красотища. Ну, эти уже отсвели на солнышке. Но представляете, какая здесь была красота. Адонис он спрятался внизу. Так что мы ездили на ту гору смотреть в сторону Коктебеля. А в нашей стороне тоже было очень много пионов в этом году. Ну, что, продолжаем наше дальнейшее путешествие. Пока что не знаю куда. Ну, идём, гляньте, адонисы. Вверху там пиончики. Ляпота. Пчёлки летают. В основном, кстати, пчелоплотник сейчас летает. Очень-очень много и много фиолетовеньких цветочков. Ну, что, она вон туда, в мою любимую, в кавычках, горку. Поднимаемся. А по всей горе вот такие громадные кусты. Я всё внизу смотрела и думала, что же там по всей горе цветёт. Подойти было неудобно. Ну, вот подошли поближе к первому из кустов. Какой-то боярышник. Гляньте. Аромат, конечно, тут стоит обалденнейший. А что хотела сказать, посмотрите, сколько цвета на кусте деревья. Это кустом считается, наверное. Сколько будет боярышника и завязей. Он, кстати, очень полезен для гипертоников. Он нормализует давление. Не повышает, не понижает. Он просто уравнивает давление. Очень и очень полезен. Его даже можно просто так кушать. И это сказывается на циркуляции крови, работы сосудов головного мозга. И на стабилизации давления. Ветерок, кстати, начинает дуть снизу вообще. Его практически не было. Нам этот кусочек угрозит, и мы опять будем к лесу. Где-то мы выбрались на открытое место с вами. Господи, какая красота. Ну что, дорогие друзья, кстати, так удачненько. Мы с вами прошли через всю гору. Нам только в пару мест пришлось корябаться. Обошли дачи со всеми собаками, которые в прошлый раз на нас пытались напасть. И уже находимся около конденсатора Зибальда. Кстати, не так уж и долго мы шли. Ночью был такой сильнейший ураган. Ветер ломало деревья, срывало крыши. Прорывало у всех кабельно по всему городу. Посмотрите, вот тот баннер, который там в затяжке стоит, запрятанный за кустами и деревьями, он еще целый. А этот, посмотрите, его повело конкретно. Он стоял на семи ветрах и аж согнуло его, повело. Не знаю, по идее, должны сделать его. Тут почти все без изменений. Проявилось больше зелени. Вон цветет там боярышник. Это какое дерево, тоже еще не знаю. Цветет, а, ну тоже боярышник, только как дерево. Все так же. Конденсатор. Я о нем уже рассказывала, что это единственный в мире действующий конденсатор. Мы там бегали с вами зимой по снегу. Потом я на 8 марта здесь круглями пробежала. Всех поздравила. И, наверное, не буду изменять традиции. Сейчас сделаю круг почета пробежки по конденсатору. И пойдем дальше. Гляньте, какая поводка, ветер. Тут туман спускается. Но туман такой ветром гонит по верхушке. На гору он еще не лег. Так что мы еще пока что в более-менее солнечной такой местности находимся. Туман идет выше. Ну, к вечеру может и опуститься, когда давление понизится. Знаете, как на солнце смотрится этот конденсатор. Представляете, раньше он сконденсировал воду и снабжал город водой. Ну, смотрю. Ветки там тоже пополомалось. У боярышника. Ветер был тут ночью вообще, наверное, очень сильный. Сносило все, что только можно. Знаете, в какой зелени он находится. Вокруг просто чаще зеленого леса. Сейчас мы проберемся. Через этот проходик. Ой! Мы находимся с вами на самой чаше. Жаль, что она дала трещину. И так оно не сильно долго продействовало. Ветром цвет боярышника полностью побило. У большого дерева. Ну, эти, гляньте, какая красота здесь сегодня. Все цветут. Ну что, дорогие друзья. Как я и говорила, не будем изменять своей традиции. Я сделаю круг почета и пробегу по самой чаше Зибальда. У-ху! Еще мимо одного места я не могу пройти. Это место самоизаимосмотра от клещей. Раз это есть место, надо было пройти через всю гору из Пеодосии. Пропереться сквозь лес, горы, холмы какие-то, кусты, чтобы обязательно пройти проверку от клещей. Нет ли у нас клещей. Сейчас будем проверять. И тут же находится вот такая замечательная беседочка, где можно спрятаться от солнца и от дождя прямо на полянке, недалеко от конденсатора. Мало, кстати, кто о ней знает и мало кто ее вам вообще показывал. Так что, вот в таком мы замечательном месте с вами сегодня находимся. Ну что, идем проверяться от клещей, да? Ну что, самоизаимоосмотр. Производим самоосмотр. Каждый будет сам себя осматривать. Клещики, валерки. И, как говорится, вас ждет в мае лес, пикник, шашлык, клещ, валерок. Ну вот я пока ни одного валерки не вижу. Значит, репелленты действуют. Все. Самоизаимоосмотр мы прошли и отправляемся с вами дальше в нашем путешествии. Вышли мы на смотровую площадку, которая находится недалеко от родника. Родник внизу, за вот этим холмом перед нами, двухъякорная бухта. Можно ее перевалить, этот холм. И есть пуск туда. Даже вон тропки натоптаны. Вдалеке в дымке виднеется мыский котломар. Прыжок козы. Там, смотрю, около этого камня, уходящего в море, просто белые барашки. Телефон, наверное, не передает эта камера. Там штормяра идет. Над нами плывет сильнейший туман. Мы в таком круге находимся. Туман постоянно начинает спускаться. Солнышко еще светит, но туман загущается над нами. Все думали, куда мы пойдем. Но по такому ветру спуститься в двухъякорную бухту, наверное, просто нереально. Поэтому, наверное, мы вернемся немного назад и будем спускаться в город Феодосию. Феодосию думала спуститься в Оржо. Но посмотрите, что здесь происходит. Такой ветер, что просто невозможно стоять на ногах. Но вид отсюда, посмотрите, просто обалденнейший даже при ветре сильнейшем. Солнышко выходит, начинает такой туман рассеиваться. И посмотрите, какой шикарный вид. Гора вся зеленая, цветет поярышник везде. В кустике белый виднеется, сосенки. Просто шикарный вид. Мы не зря сюда пришли, хоть на пять минут посмотрели на эту красоту. И будем отправляться назад с вами. Посмотрите, какой шоколадный ветер, сдувает снов. Снов я нахожусь на высоте птичьего полета. За моей спиной находятся халвы, обрывы и спуск. Крутое такое, крутое, крутое. Но если постараться спуститься в Оржо. Есть и обходной путь. С другой стороны, вот там крупный, где идут якорь. Вот в таком, если мы сегодня с вами находимся, на таком, как я называю, розове ветру, на семи ветрах. Смотрим, любуемся и начинаем отсюда уходить. Потому что находиться здесь просто нереально. Все, ко мне пристала пчелка. Все, ушли мы сверху, с самого хребта ТПУ-баз. И спускаемся по такой вот извилистой дорожке вниз в Феодосию. В нашу блоком данную. Что включилось? Ну так, кстати, видите, тут ветра практически нет. Он шумит где-то там вверху и все, просто пугает. А с этой стороны у нас благодать. Я включилась показать, какой причудливой формы дерево. Кстати, это дерево дуб. Я сначала думала, что это дерево, а так на листочки смотрю, это дуб. Посмотрите, когда оно начало расти, вокруг не было ни вот этой всей растительности, ни деревьев, ни кустов еще. Он стоял этот, ну начал расти на семи ветрах. Тут постоянные ветры, постоянный холод. И климатические условия непредсказуемые. Наша погода сама непредсказуемая. Вот так вот природа ветрами его покорежила. И ствол весь такой изогнутый, непонятной формы, причудливый. И как кресло, представляете? На нем можно сесть и посидеть. Что мы с вами и сделаем. Вот такое замечательное, интересное дерево мы встретили на спуске в Феодосию. Дорогие друзья, ну как я и говорила, на этом дереве можно посидеть, полежать, просто отдохнуть в тени листвы, когда она полностью вырастет. Летом здесь будет прохлада, ветерочек, тенечек. И на самом спуске, или даже на подъеме тут всегда можно сесть, отдохнуть, попить водички, набраться сил и отправиться в наше дальнейшее путешествие, как и мы сейчас с вами сделаем. Спускаемся вниз. Я говорю честно, даже не знаю, где нахожусь. Такое место, где-то глубоко в лесу. И тут, вот смотрите, вот такой заброшенный дом. К нему натоптанные следы. Видать, такие же ротозеи ходят. И где мы находимся, даже не представляю. Это под самым лесом, под самой горой, кто-то строил себе дом. И даже тут, походу, жил. Посмотрите, остались рожки до ножки. Страшно до жути. Сейчас быстренько посмотрим. И текать отсюда, куда глаза глядят. Даже там старый столб стоит. Что-то даже пытались сюда провести. Ну, а дома, конечно, ничего не осталось. Внизу там какая-то тоже развалюшка. Так что, вот в такое жуткое место мы с вами пришли. Там, гляньте, тут какое-то строительство должно было быть. Это сваи, какие-то бетонные такие столбы. Посмотрите, они просто собраны в кучу. Это какая яма, котлован. Это, скорее всего, во время Великой Отечественной сюда снаряд упал. Просто воронка образовалась. Или землянка была, но для землянки маловато. И гляньте, и тут вот такие каменные столбы какие-то. Что тут было, я не знаю. Но сейчас это выглядит очень и очень жутко. Я вам даже передать не могу. Это жесть какая-то. Просто жуть. Ладно, надо текать. Страшно тут. Продолжаю свой спуск. Тут не менее страшно. Вверху заколоченный дом. Все окна заколочены, заброшены. Чаще леса. Вот это вот как хозпостройка какая-то. Тоже без двери, без окон. Просто запустение. С той стороны какие-то ворота все-таки есть. Короче, страх. Все колючко обтянуто. Я даже не знаю, как зэковская какая-то тюрьма. Ну, я не знаю, куда мы с вами попали. Место. С одной из жутчайших, в которых я была. Это жесть какая-то. Вот этот дом заканчивается, и все. И дальше лес. Куда мне идти, я еще не знаю. Короче, капец какой-то. Вот там, наверное, вдалеке еще туалет кирпичный. Или стол пограды. Я не знаю, что такое. Ну, куда мы с вами попали. Я даже не могу себе представить. Говорю шепотом, чтобы никто меня здесь не слышал и не видел. Посмотрите, какое жутчайшее место. Страшновато, конечно. Ну, что, дорогие друзья, вот и подошло наше путешествие к концу. Все, я нахожусь в Феодосии. Мы с вами погуляли по ТПУ-бал. Увидели коней. Побывали на конденсаторе. Посмотрели на двухякорную. И к котламу под жутким ветром. Спустились вниз. Прошли по жуткому месту, как я сказала. Какие-то заброшенные дома посреди леса. Непонятно, где мы там шли. Ну, мы все, слава Богу, вышли в городе. И довольны возвращаемся домой. Всем пока-пока. До новых встреч.